Что это, блядь? Посмотри, ой-ой-ой, боже мой! Последний выезд сезона 2022-2023 позади. Меня зовут Артём, это Ежа, обзор ничейной игры с крыльями советов. Лишний раз вам про лайки и подписки напоминать не буду. Вы же не Константин Марадешвили, чтобы забывать элементарные вещи. Как бегать, как попадать ногой по мячу, как отблагодарить стримера за хороший и интересный контент. Еще неделю назад картина мира была простой и понятной. У Локомотива были матчи против команд, стоящих на вылет или просто находящихся в чудовищной физической и игровой форме, как Динамо. Локомотив же был в числе лучших команд весны, которые подобные команды сминают и обыгрывают без видимых усилий. Однако первый же матч после этого показывает, как много еще работы предстоит нам до реальной борьбы за медали в следующем сезоне. Вообще, как мне кажется, в оставшихся играх нам важно вскрыть как можно больше потенциально проблемных слабых мест в игре Локомотива. Вылететь мы уже не можем, ниже 12-го места нам не опуститься. Да и на 12-е, прямо скажем, едва ли, даже если все оставшиеся три матча проиграем. Хочется, конечно, забраться повыше, не устанавливать никаких там антирекордов, но меня мой тренер учил, что поражения дают в 10 раз больше, чем победы. Когда ты побеждаешь, ты уверен, что ты самый крутой и все вообще сделал абсолютно правильно. Победители ведь не судят и даже если тебе банально повезло, то везет ты сильнейшим. А вот поражения дают повод задуматься, что именно ты сделал не так. Не всем, конечно, но если желание учиться на своих ошибках в принципе есть, то поражения делают тебя сильнее. Вот, например, прямо сейчас у нас из центральных защитников есть с подтвердившимися крестами Макеев, который в лучшем случае сыграет следующей весной, пропавший не весь куда коньте и занимающийся в общей группе, но не попадающий даже в заявку Лукас Фасон. В итоге на поле выпускаем Егора Погостного и Ивана Кузьмичева, а на скамейке у нас сидит Женя Лукиных 2005 года рождения. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, претендовать на медали с таким набором центральных защитников, ну, не очень получится. Ну хорошо, возьмем Женю Морозова, который у Евсеева выдает второй шикарный матч подряд. И пенальти заработал, и из пустых ворот мяч вынес. Если честно, думаю, что Морозов уже сейчас сильнее любого нашего центрального защитника, включая Макеева. В реальное существование Лукас Фасона я, честно говоря, уже особо и не верю. Но даже с Морозовым, но это же все равно мало, это очередной пионер-отряд, который будет набивать шишки, совершая свои ошибки, от которых никуда не деться. Видели, проходили, понравилось немногим, прямо скажем. Или вот, есть же соблазн подумать о том, какая у нас классная атака, лучшая, вообще говоря, на весеннем отрезке. Сплошные разгромы, и больше нас не забил вообще никто, даже Зенит. Со всех сторон трубят, какие мы классные и сильные. Но кто мы без своего костюма Железного Человека? Ну или в данном случае без Дэдпульского Бессмертия, извините за Марвельские отсылки. Два матча без Дзюбы, две ничьи. Еще четыре матча с соперниками топ-уровня, в которых играют защитники высокого класса, способные закрыть Дзюбу. Ничья и три поражения. Я про Кубковый Спартак, ЦСКА и Зенит. И очень хорошо об этом всем узнать именно сейчас и понять именно сейчас эйфории от того, какие мы классные, меня очень сильно пугает. Потому что надломиться в локомотив может абсолютно в любой момент. Дзюбе исполняется 35 лет, и это всегда риск долгого восстановления от травм. А кухта к нам уже не вернется. Чехи официально выкупили его. Судя по чешской прессе и трансфермаркту, заплатил суммарно 3,5 миллиона евро и еще что-то пообещав в виде процента с перепродажи. Что, честно говоря, довольно сильно меньше, чем изначальные условия, на которых договаривались еще немцы со Спартой. Там был миллион евро за аренду и 4 миллиона евро за выкуп Спартой. Соответственно, получалось 5 миллионов, те самые 5 миллионов, которые сам локомотив потратил на то, чтобы кухту купить. Ну да ладно, игра с крыльями советов. Вообще не полетели в Самару Фасон, Конти, Макеев, Пеняев и Дзюба. В запасе остались Глушенков и Исидор. Я вполне могу представить матч, в котором шестеро из этой семерки появятся одновременно в стартовом составе. Я бы даже очень хотел посмотреть на этот матч. Да, Галактионов после игры сказал, что Глушенков и Исидора он оставил в запасе намеренно, чтобы выпустить, добивать во втором тайме. Но все-таки мне кажется, что такие планы придумываются не от хорошей жизни. И ведь не произошло ничего сверхординарного. Это не какая-то там вспышка ковида или массовая драка накануне, где нашим игрокам показали 5 красных карточек. Вполне рядовая ситуация. И мы выходим на выездной матч без 7 игроков старта. И еще один нюанс. Без 4 из 5 приобретений этой зимы, которые, собственно, и преобразили нашу команду. Локомотив в матче с Крыльями Советов провалился 8-2022 года. Только в воротах был Лантратов, а в полузащите Жамаледдинов. Но и уехавших зимой Керкас едва им тоже не было. Примерно то на то и получается. И вдруг оказалось, что и Локомотив тоже тот летний-осенний. Мы ведь и летом прошлого года с Крыльями в ничью сыграли. Как и летом, оказывается, что с атакой Миранчук, Игнатьев, Камано мяч будет скакать куда угодно, но только не в ворота. Чертовщина какая-то, как мяч не попал в этом моменте в ворота. Но не попал же. И точно так же он не попадал и летом прошлого года, когда мы теряли очки на ровном месте. С Парея Нэн, с Ростовом, да и с теми же Крыльями Советов. Как и осенью, оказывается, что для того, чтобы мяч попал в сетку наших ворот, достаточно просто подождать, когда защитники сами все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Миранчук подсовывает мяч Тикнезяну, Тикнезян выбивает его в ногу сопернику и вместо того, чтобы сопровождать его в штрафную и хотя бы поставить спину, смотрит, чем закончится этот эпизод. А что волноваться, там же Погоснов, неужели он не справится с каким-то Шитовым? Паст с пяткой между ног Егору и внезапно Цыпченко один перед воротами. И ни Кузьмичев, ни Карпукас, ни бежавший со всех ног Баринов ничего не могут поделать. Да и у Лантратова мяч над плечом просвистел. Кажется, получать статуэтки лучшего игрока, даже при всей скромности Тикнезяна, довольно вредно для его игровой формы и психологии. Если уж обосрался, а Тикнезян именно что обосрался с выносом, будь добр, добеги и исправь. Не ошибающихся игроков не бывает вопрос, как ты реагируешь на это. Вот буквально через пару минут эпизод с Барином. Пошел на перехват, случайно отдал передачу на ход чужому. Опасная ситуация. Посмотрите на этот рывок, как он вырвал в итоге мяч. Бара вообще провел очень сильную игру по самоотдаче и качеству своих действий. Кстати, про самоотдачу. Эта тема всегда всплывает, когда команда набирает меньше очков, чем должна. Например, ярый фанат Локомотива Валерий Баринов увидел, что футболиста Локомотива уже в отпуске. Я про это говорить не очень люблю, потому что пока не изобрели аппаратуру, измеряющую огонь в глазах. Но сегодня упомянуть об этом нужно и важно, потому что перед игрой активно муссировали слухи о том, что Крыльям 3 очка нужнее. В случае недобора очков и победы факела, Крылья опускались в зону переходных матчей. На самом деле не очень страшно и не факт, что эти матчи вообще состоятся, но, мягко говоря, неприятно. А Крылья и Локомотив нынче связаны одной агентской цепью. Два игрока уже из Крыльев пришли, один Соколов рассказывает, что придет летом, и еще несколько активно в Локомотив сватают, как минимум Коваленко. Так почему бы одной команде не помочь другой? Глядишь, и цена на игроков снизится. Об этом думали многие, об этом говорили, например, в коммент-шоу, об этом постили картинки с изменением букмекерских котировок непосредственно перед игрой практически все телеграм-каналы. Я даже специально на бусте написал заметку, что для Локомотива это должно быть очень сильным раздражителем. Если, не дай бог, мы бы проиграли, то отмыться от этого матча было бы очень сложно. Это Зениту можно было своим дочкам помогать, и это потом забыли, как будто никогда и не было. Локомотиву это же припоминали бы при каждом удобном случае. Уж не знаю, держали ли это футболиста в голове, но настрой мне понравился. Мне не понравились футбольные умения отдельных футболистов, но к настрою игроков у меня претензий нет. Вот Иван Кузьмичев, который отдает вот такую вот передачу назад Лантратову. Это же не из-за того, что у него отпускное настроение, это вот его такие футбольные умения. А Антон Веранчук, пропавший с поля на весь первый тайм. И ведь тоже флешбеки с осени. Именно Антон должен был брать на себя бразды организации игры. Ни немцы, ни Цорн, ни Карпукас с Игнатьевым. Это должны были делать чемпионы России Антон Веранчук и Дмитрий Баринов. Барра от того кризиса оправился и сейчас показывает уровень достойной локомотива. А вот хорошего Антона мы не видели уже много лет, и это очень-очень грустно. Ивану Игнатьеву есть что доказывать, но как в межсезонье он проигрывал все единоборства и не мог зацепиться ни за один мяч, так и в нынешних играх, что против Акрона, что против Крыльев, что против других соперников, где он выходил на замену, повторяется все то же самое. Он делает рывки за спину, но партнеры не могут отдать туда передачу. Партнеры отдают передачи в ноги, но защитники отбирают эти мячи у Игнатьева в 9 из 10 случаях. А в единственном голевом моменте первого тайма Игнатьев не может положить мяч в сетку без рикошетов, хотя момент, прямо скажем, не менее голевой, чем у такого Галядора Крыльев-Советов, как Дмитрий Цыпченко, забивший свой аж второй гол в российской премьер-лиге. Вышедшие на замену Глушенков и Исидор вскрыли обороны Крыльев за 5 минут. Идеальный выход в атаку, тайминговые передачи даже от Камано, не говоря уж о Рефате и Глушенкове. И отличное завершение Изика. Пятый гол подряд с выхода на замену, повторение рекорда. Правда, возможно, стать единоличным владельцем этого рекорда у него не получится, потому что Исидору пора уже выходить с первых минут. И опять же, оцените разницу в исполнении удара у Исидора и у Игнатьева в первом тайме. Увы, на большее Локомотив не хватило. Давление было, моментов не было. Разве что Камано красиво приложился с полулета после скидки Ракова. Кстати, после прошлого матча Галактенову задали вопрос, а почему Раков у вас играет на фланге, а не в центре нападения? Галактенов сказал, что Раков фланговый футболист и с Игнатьевым не конкурирует. В игре с крыльями Раков начал как фланговый, но вскоре переместился на острие. Но тоже без особых успехов. Хотя, наверное, все-таки поактивнее, чем Игнатьев свой отрезок провел. Вообще, принято считать, что у Локомотива длинная скамейка, раз с нее выходит Исидор, Жамалединов, Глушенков, Миранчук. Но они-то меняют друг друга, а вот Крапукаса меняет Мардешвили, находящийся в чудовищной просто форме. А Куликов-Живоглядов не выходит уже вовсе очень давно. Выходит Смольников, привозящий пенальти на ровном месте. И то через раз, когда Нинахов карточку получает, иначе Макс играет весь матч. И это все тоже очень и очень тревожит. Самое время для оценок. Лучший балл я приберег для Дмитрия Баринова. В целом, очень хороший матч провели Лантратов, Исидор, Крапукас, Погоснов и все на этом. Худший результат у Мардешвили. У него в этом сезоне вообще только два матча. С оценками от меня йоби отвратительные. Расстроил Тикнезян. Такой низкий балл. Последний раз я давал ему, наверное, в кубке со Спартаком. Нища на выезде с Крыльями Советов. Это вообще неплохой результат. Крылья отнюдь не слабая команда, хоть и находится внизу. Тем более для такого внезапно обескровленного Локомотива. Как и Факел Евсеева, отнюдь не мальчики для битья. Игра будет уже в эту субботу. В своем хорошем состоянии Локомотив, конечно, должен справляться с такими соперниками. Но вот хорошее ли состояние у Локомотива, это большой-большой вопрос. Я надеюсь, что спортивный блок во главе с Ульяновым увидел эти проблемы. Я уверен, что Галактионов точно увидел эти проблемы. И хорошо, что они вскрываются именно сейчас, когда Локомотив борется за свой престиж и ничего больше. На этом все. Про игру больше мне сказать нечего. С вами был Тим. Пока!